Поступил вопрос сколько я сижу в лотосе рекорд но как-то рекордов я не ставил но вчера я где-то просидел минут сорок потому что я сразу записывал две передачи вот главное мне размять здесь на первых парах вот здесь кому-то в коленках кому-то в тазобедренных суставах ну все хватит за дело слежу за тем чтобы здесь особо коленка не отрывалась то есть сет был ровным а то есть так одна коленка вот так вот торчит некрасиво важно чтобы все лежало так ну начнем диагностика вот смотрите люди начинают чем-либо заниматься тяжестями качаются там куда там идет у них это качка трудно понять то ли в сторону тренировки то ли в сторону тренировки то ли в сторону мышцы там разболелись это может быть там молочная кислота накопилась а могут связки заболели это дело идет к тому что может быть травма вот весь этот процесс надо в голове как-то представлять куда вы двигаетесь по каким-то вехам ориентироваться то же самое еще в большей степени это здоровый образ жизни вот мы начинаем голодать я не зря вам приводил все что с меня выходило это будет выходить из вас в той или иной степени вы должны ориентироваться что с вас выходит как идет сам процесс голодания хорошо не хорошо пора ли выходить или нет надо продолжить надо сейчас только вот допустим ага начало выходить значит в организме создались условия для того чтобы все это так раз и вывести а вы бросили представляете бросили не доделали процесс голодания то есть он только начал вести лечебно-оздоровительную работу а вы его бросили и все остановилось то что вы думали там что-то там вывести из себя оно у вас осталось и более того начало усиленно там размножаться опять восстанавливать себя берем теперь дальше вегетарианство вроде бы дело пошло 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 но вот как многие вернее большинство процентов наверное 95 вегетарианцев особенно сыроедов они замечают у них произошло общее снижение температуры тела с чем это связано а зимой они вообще могут мерзнуть руки и ноги холодные у женщин прекращается нормальный менструальный цикл это что хорошо то есть мы хотим себе здоровье а получаем обратное далее вот такой вот пример который для всех важен это насморк насморк говорит в первую очередь о том откуда вернее вопрос надо задать себе откуда берется слизь в организме она ж не откуда там не возьмется она как правило берется из питания из того как вы что и как вы съели бывает так что все вроде бы хорошее все вроде бы хорошее но вы не учитываете процесс пищеварения а именно смотрите вот как распространено мы допустим съедаем первое блюдо на обед далее второе блюдо на обед мы даже не берем раздельное питание и после того как мы с вами съели первое съели второе которые перевариваются в желудке мы выпиваем сладкий компот сладкий чай закусываем фруктами и думаем все смотрите мы съели хорошее первое отличное второе и свежие фруктики для витаминчиков там все это так как надо и что получаем и получаем на выходе слизь бурчание плохое пищеварение а почему да потому что сладкое оно проходит сразу же транзитом желудок и начинает там где-то в тонком кишечнике перевариваться это же самое фрукты а мы а мы их закупорили в желудке и в результате у нас начинается тут брожение которое дальше спускается там в тонкий кишечник дальше в толстый кишечник и пошло понимаете вот это не полностью переваренная пища всасывается в наш организм а у нас здесь должно быть все в ротовой полости одна обработка пищи особенно крахмалов далее в желудке но это в основном белков другая и пошло уже в тонком кишечнике обрабатывается значит ферментами поджелудочной железы далее сюда значит желчь сбрасывается далее значит вот эти вот ферменты и соки тонкого кишечника потом дальше и толстого начинают там работать а у нас этот процесс уже тут был нарушен а раз тут нарушен значит здесь он не подхватится если мы проглотим кусок пищи в желудке нету зубов чтобы его измельчить в тонком кишечнике нету измельчения и что дальше получится получится полуфабрика который может всосаться и вот этот слизь эта в первую очередь она начинает будем говорить печень забивать собой раз второе эта слизь будем говорить даже начинает организмом как ненужное выводится вон а выводится слизь выводится только легкими и носоглоткой отсюда у нас и насморки идут то есть в первую очередь неправильное пищеварение значит следите за своим пищеварением а чтобы оно было хорошее чтобы она была хорошая ничего вы не можете сделать чтобы не съели что-то получается не то значит здесь применяется монодиета для того чтобы не мешать работе пищеварительного тракта съедается всего лишь на всего одна пища например вы выпили утречкам там чайок травяной или кто там что хочет можно даже яблочко съесть а далее после этого идет каша яблочко или чайок травяной сразу же проскочили и тут начинают свое дело делать кашка тут немножечко приостановилась обработалась и дальше пошла то есть на кашу на один продукт организм может выделить все необходимые ферменты для того чтобы полноценно ее расщепить и тогда гораздо меньше будет слизи попробуйте так как только начинается мешанина организм не знает как с этой мешаниной справляться смотрите с чем вот мы поели допустим борща там капуста картошка мясо ну естественно там бульон еще что то там такое да то есть уже на это организму как то надо сообразить что там делать в природе нету борщей понимаете нету сложных состав пищи там только вот ага если животное питается там травой только трава если там допустим фрукты ага только фрукты если там допустим мясо только мясо но нету вот этой мешанины а мы еще в борщичку добавляем котлетку добавляем опять таки картофель и сверху все это заливаем вкусным кофе чаем компотом еще что то а некоторые еще хотят и пироженым заполировать представляете что тут у нас лежит это только очень мощное пищеварение как правило в юном возрасте так более менее в зрелом возрасте может с этим справиться в пожилом возрасте увы огонь пищеварения у нас уже гораздо меньше гораздо слабее он не может все это переваривать как раньше не тот обмен веществ и вот все это начинает у нас будет поступать в кровь в виде полуфабрикатов с чего образуется слизь и эта слизь пошла 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 и потом говорит реками течет слизь постоянно просуждаюсь чтобы нормализовать нормализовать дыхание чтоб меньше было слизи в организме в первую очередь обращайте на то какие продукты вы употребляете и как вы их употребляете это все изложено в моей книге золотые правила питания то есть тут и будем говорить и Шелтон тут работает с раздельным питанием кстати Шелтон раздельное питание обосновал это откуда он обосновал из работ Павлова Ивана Павлова который исследуя работу пищеварения собак пришел к выводу что на каждый пищевой продукт выделяется свои ферменты и более того выделение их идет во времени тоже своеобразно и даже на белковые продукты оно разное по времени выделения там на яйца допустим грубо говоря там переваривающие ферменты выделяются сначала больше потом меньше на мясо допустим наоборот сначала меньше потом больше то же самое там с соляной кислотой происходит то есть желудок то должен сначала создать среду для переваривания того или иного продукта если это мясная он для мясной пищи создает одни условия и дальше там пошел ферменты и так далее для крахмалиста они другие для растительных они третьи для фруктов они вообще четвертые и все это во времени разделено а если мы сюда нагрузили и думаю мы хорошо попитались обувь да только живот у нас дует вот такой вот живот дует и слизь с носа течет все больше ничего нету поэтому монопитание следите за последовательностью жидкости до еды потом желательно салатики или тушеные овощи а потом уже грубо говоря либо первое блюдо либо второе вот как то вместе они особенно если у вас слизь идет с носа не сочетайте вот так лучше попитайтесь уже через недельку вы почувствуете совсем иной далее могут быть такое что вы что то застудили значит диагностика следите за своими ступнями ног если у вас ступни ног мерзнут это говорит о том что уже там и процессы в организме связаны с понижением теплотворные функции которые отвечают за переваривание пищи за иммунитет за страту ума и за многие там другие значит надо их массажировать не стесняйтесь себя щупать не стесняйтесь свое тело массажировать вот здесь как раз у нас расположены вот эти вот печеночка там селезеночка и прочее кишочки значит тут мы их хорошенько проминаем хотя бы 5 минуточек в день отнеситесь к себе с любую сделайте вот такую вот далее некоторые жалуются вот что то тут печень что то плохо работает и так далее и чистка печени не получается из-за того что масло не проходит что то травы начали пить они тоже не проходят там как то вот не то значит вы ложитесь и перед сном так же с любовью опачки себя и промяли и промяли зря вы не посмотрели что у меня на столе по моему две или три видео я сделал я как раз там рассказывал о пестике вот вы только раз себя прощупаете где то чувствуете у вас какое то болезненное уплотнение как правило это спазм и вы над ним потихонечку потихонечку обращаете внимание продавливаете продавливаете и он расслабляется и дело пошло 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 то есть спазм ликвидирован печень у нас настолько бывает забита вот этой вот слизью если у кого она имеется что просто она просто да и это ничего не может через себя толком пропустить ни на что она толком не может отреагировать на масло чтобы выделить обильность желчи и прочее прочее значит ее тоже немножечко проминайте и когда вы будете делать это каждый день вот почему еще теплую грелку прикладывают к печени для того чтобы вот эта слизь которая у нас есть она хоть стала как-то текучей чтобы грелочка дала импульс тому что желчь стала текущей клеточки печени более активные и в результате от этой простой процедуры улучшается пищеварение течет слизь из носа прогревайте еще после еды печеночку не забывайте о прогулках ну вот сели вот я допустим сел и сижу ну и что тут где тут у меня перистальтика где тут у меня сотрясение да нету ничего нету а это должно помогать моему пищеварению продвижение пищи вот я часок походил подышал и в туалет сходил нормально и все поработало перистальтика пошла мне захотелось есть кстати не ешьте тогда когда вам не хочется есть просто-напросто вот есть это говорит о том что ваше пищеварение не готово это будет просто еще какая-то нагрузка дополнительная на организм пищевая которую эту пищу организму надо как-то мысленько вывести через себя пропустить она уже не нужна как знаете при сахарном диабете сахар он болтается в крови так точно так точно слизь болтается в крови и потом если сахар сбрасывается через почки то слизь сбрасывается через носоглотку а и мы будем все-то сушить делать а здесь мы не работаем постоянно поставляем поставляем значит смотрите массажик стоп обязательно делаем стопы связаны со всем нашим организмом и в том числе с органами пищеварения раз поделаем грелочку на печень у кого особенно слизь сделали вечерком массажик не ленимся делаем делаем ну никто за вас не будет делать ваше здоровье понимаете вот как бы сказать ваше благосостояние оно по большому счету никому кроме вас не надо вот я вам говорите детям нужен там папа который там кость подбросил там денежку маме тоже что-то тут ага на море чтоб съездил значит когда вы ведете свое выздоровление насколько у вас идет очищение смотрите по языку я показываю вам свой язык аааа посмотрели да он должен быть розовый добивайтесь этой розовизны по языку судите если он белым каком-то налетом покрыт значит слизи у вас много чем толще этот налет он у вас даже серый не только белый а серый если же там еще имеется в корне желтизна у некоторых очень хорошая желтизна значит желчными шлаками переполнит ваш организм значит вы уже на пороге каких-то расстройств связанных с желчью смотрите на склеры вот глаз как они у вас беленькие не беленькие ага беленькие нормально посерели там уже плохо организм на шлаку пожелтели уже у вас проблемы с печенью пример где-то года 4 назад я в Ростове пообедом выходил там с ресторана и навстречу мне мужчина такой но он как-то меня приметил говорит ооо Петрович то-се да я на него глянул а у него склеры глаз желтый да причем хорошо желтый но он еще чувствовал себя нормально я говорю не нравится мне ваша печень но он хихихаха там опа все это так вот жизнь идет нормально буквально таки через две недели он сообщает что с ним вот приключилось то что признали цирроз печени и так и сяк так и сяк и так и вот он говорит что вы хоть посмотрели хоть что-то сказали хоть что-то порекомендовали в течение трех лет он обращался к врачам которые в конце концов порекомендовали ему а давай быть я в Австрии дедушек много сделаем пересадку печени хорошо что он это не сделал так он говорит за эти три года что он лечился вот этих светил ни один из них не заглянул ему в глаза ни на язык не пощупал ни не посмотрел все как это вот анализы анализом это по анализам ориентируемся и все нету такого отношения как что куда идет и он говорит я теперь ориентируюсь в вот этом циррозе печени в болезнях печени я могу по сам в отличие от этих врачей определить по внешнему виду человека у которого проблемы с печени и он был как раз человек и он ему сказал вот этот человек страдает циррозом печени выражение лица иное живот торчит не так как у нормального человека поэтому я там где то делал видео по диагностике и есть у меня по диагностике самодиагностике статьи в газете в книгах посмотрите почитайте ну я что то конечно буду рассказывать вот тема приключилась и я вам рассказываю насколько она важна важно понимать куда вы двигаетесь сыроеды вегетарианцы веганцы голодающие и просто оздоравливающие если у вас не будет самодиагностики то так вот и получится медицина сейчас отошла от той диагностики которую прекрасно знали врачи там средневековые ну где то там 17-18 века потому что не было этих анализов они так знали что с человеком происходит а сейчас по анализам вот это вот бездушно то все пятое десятое а в целом что то анализ крови показывает что то то показывает ну что это как это сложить и как правило это слаживается не совсем хорошо ну вот об этом я хотел бы с вами поговорить сегодня вам понравилось видео тогда позвоните пожалуйста и поставьте лайк вы в Продолжение следует...